Думская ТВ работает в прямом эфире. Информационные итоги вторника подведут наши корреспонденты. В студии Алла Есина. Здравствуйте. Очередная блокадная акция в Киеве. Пока депутаты, сидя в зале парламента, думали предоставить ли протестующим на Майдане статус участников боевых действий, у стен Рады развернулся митинг. Правда, далеко не все участники знали, для чего пришли. Подробности в сюжете о моих киевских коллег. Блокадная акция набирает обороты. Сотни людей с плакатами и флагами еще до начала сессии Верховной Рады собрались у здания с требованием прекратить торговлю с оккупированными территориями Донбасса. Правда, подавляющая часть митингующих даже не знает предмет акции. Многие при виде камеры уходят. Пошли. Так жить нельзя, как мы живем, поэтому мы здесь. Разве можно так относиться к пенсионерам? Вот я пенсионерка, у меня 56 лет стажа. Что я получаю? Копейки? Так вы здесь сегодня за то, чтобы подняли вам пенсию? Именно поэтому вы здесь? Вообще, чтобы жизнь изменили. За что стоим? За что стоим, ребята? Мы за Украину. Один за другим к так называемым митингующим выходят депутаты. Говорят о важности прекращения торговли с Донбассом. Нема вообще хозяина в стране, который будет за это отвечать. Я уверен, что этот законопроект, который мы проводили, он также должен быть принят, он должен работать. Потому что война должна быть войной, а не тайной, не АТО, не какой-то незрозумимой торговлей. Вскоре народный депутат от самопомощи Семен Семенченко сообщает, законопроект уже внесен в повестку дня. Согласно ему, фактически оккупированные территории должны быть признаны таковыми на юридической основе. Закон о темчасово оккупованных территориях был разработан в 2014 году. Я, Егор Соболев и Траспостух, одни его из инициаторов. Наш законопроект блокировался, коалиция все эти годы. И сегодня, насколько я понял, включили в порядок ДНР. Я думаю, что так или иначе торговля на крови государством будет запрещена, поскольку в противном случае будет просто смена этой власти. Наше прохание до парламента в четверг почати голосование за этот закон. Наше прохание до людей допомогти парламенту почати голосование за этот закон. Но далеко не все депутаты согласны отдать свой голос за данный законопроект. Судя по тем флагам, которые там сегодня возле парламента, это попытка политической дестабилизации, раскачки страны, для того, чтобы дальше или были перевыборы, или был хаос. В том году боевики пытались сделать блокаду. Тогда они получили по голове из России и больше к этому не возвращались. А сейчас мы пытаемся сделать то, что не получилось у боевиков. Блокада оккупированного Крыма и восточных регионов страны – две разные вещи. Если Крым полностью оккупирован, считается территорией России, там нет никаких торговых отношений, то статус занятых оккупантами территории Луганской и Донецкой области – несколько иной. Мы можем нанести такой вред стране, непоправимый, вот этим популизмом. Я думаю, что не должен каждый, кто захочет, делать, что хочет. К обеду блокадники разошлись. Что решат народные избранники, поддержат или нет данный законопроект, узнаем в четверг. Лилия Апрель, Ксения Терзи, Дмитрий Двойченков, Думская ТВ. Движение «За Портофранко» в Одессе финансировали из России. Об этом заявил глава службы безопасности Украины Василий Грицак. По данным СБУ, организаторами этой деятельности на территории нашей страны были помощник бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, Антон Кузьменко, экс-главный редактор Запорожского отделения пророссийского информагентства «Новый регион» Павел Золотарев и участники проекта «Украинская федерация», инициированного общественным движением Виктора Медведчука «Украинский выбор». Россия изменила тактику. Они начали финансировать политическую активность в нашем государстве. Одна из целей – скрытая федерализация. Речь идет о региональных проектах «Закарпатский край», «Одесса-Запортофранко», «Социальное Запорожье», «Слабожанщина», «Гражданский совет Днепропетровщины», «Бессарабская республика», «Буджак» и «Галичина» во Львовской области. 77 новых машин для борьбы с преступностью. На ближайшей сессии облсовета будет рассмотрен вопрос о закупке новых автомобилей. Именно этого не хватает для создания группы быстрого реагирования в области. Нацполиция займется поиском сотрудников, а область закупит технику. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил губернатор. В селах Одесской области такой разгул преступности, что люди в сумерки боятся выйти из дома. Полная безнаказанность. Люди запуганы. О каком туризме мы говорим, если даже местные живут в страхе? Одесситы вышли на защиту парка «Юность». Акция протеста состоялась под зданием Приморского районного суда. По словам людей, борьба с вырубкой деревьев и строительством в парке ведется уже почти пять лет. Активисты отмечают, что ранее Горсовет принял решение ограничить стройку в парке. Застройщик, в свою очередь, подал на муниципалитет в суд. Люди требуют привлечь их к судебному процессу в качестве третьей стороны, а также остановить строительные работы и вырубку зеленых насаждений. Стало известно, что в Приморском районном суде сегодня в два часа будет рассматриваться административное дело по иску гражданина Патуридиса к Одесскому городскому совету. По данному иску он требует отменить решение сессии городского совета 2015 года, которое было вынесено в пользу людей и, так сказать, ограничивая его права на застройку, вырубку деревьев в парке «Юность». День смеха продлится два дня. Об этом заявили в профильном департаменте Горсовета. Двухдневное празднование стало возможным, потому что 1 и 2 апреля выпадают на выходные дни. Одесситов и гостей города ожидают парад, комедиады и другие мероприятия в разных районах города. Василий Ломаченко признан боксером года. Спортсмен с большим отрывом победил в рейтинге от посетителей авторитетного портала World Boxing News. За Ломаченко отдали свои голоса 37% посетителей портала. Отмечу, по версии WBO в 2016 году украинец завоевал две самые значимые награды. Одесситов зовут на Масленицу в парк Шевченко. Народные гуляния запланированы у сцены «Ракушки». Организаторы обещают бесплатно раздавать угощения. Духовно-патриотический клуб подготовил казацкие забавы. Самые сильные и ловкие получат призы. В завершении подожгут чучело зимы. Это символизирует обновление и приход весны. Присоединятся к празднику также дети из зоны АТО. Будут раздаваться блины бесплатно, угощение чаем будет происходить. К нам придет очень много деток, которые в процессе всего праздника будут участвовать в конкурсах, которые будут узнавать об истории Масленицы. Пришел в Масленице срок – всем блинов наесться впрок. Вот под таким девизом коммунальное предприятие «Парки Одессы» приглашает всех одесситов, всех гостей города, всех наших друзей, всех знакомых прийти в парк Шевченко 25 и 26 февраля с 12 часов дня до 5 вечера и посетить нашу Масленицу. И это все новости на сегодня. Завтра информационный день на Думской ТВ начнется в 15.00. В рамках студии Елена Еремеева и Никита Тарола обсудят с гостями актуальные темы Украины и региона. Хорошего вам вечера в компании Думской ТВ. С нами всегда интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...